Добрый вечер, в эфире «Вести» Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Высокопродуктивные, чистопородные племенные животные мясного направления – это основная работа форума развития овцеводства на Северном Кавказе. Он проводился два дня на Ставрополе в Минводы Экспо. Сегодня был заключительный день. В работе форума принял участие глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов. На нем была представлена небольшая выставка овец разной породы. Альбина Ламкова продолжит тему. На форуме представлены высокопродуктивные племенные животные. Количество голов 9. Черноголовый баран породы Дорпер родом из Африки. Он относится к числу перспективных во всем мире. Рядом с ним баран породы Шарале. Рога ему срубили, любил бодаться. Но он один такой горделивый. Остальные приветливые. А в этой клетке стоит овечка породы Свифтер. Ее кличка Терри. Получили ее путем эмбриотрансера. Привезли ее из нашей республики поселка Ударного. Ценность ее не только в мясе. У нее хороший мех, который потом можно использовать в производстве текстиля. В соседней клетке представлен баран голландской породы. Овцы-цварбли с мясомолочного направления приспособлены к горным пастбищам. По некоторым показателям они схожи с нашей местной корчаевской породой. Первые опыты по скрещиванию принесли хорошие результаты. Какой конечный вес у взрослого барашки? Взрослый баран этой породы достигает живой массы 110-130 килограмм. Овцематки тоже крупные, весом 80-100 килограмм. Спокойно выкармливают трех ягнят, молочность до 300 килограмм молока. Актуальность развития овцеводства для республиканской экономики обозначена на уровне руководства Карачаева-Черкесии. Улучшение местных животных, статус. Если улучшать, то только карачаевская порода. Есть. Мы сделали несколько вопросов. Удвинённая. Она удвинённая. В рамках общероссийского форума прошло совещание на тему вызовы и потенциала развития мясного овцеводства в России. Мы с коллегами посмотрели такую небольшую выставку. И то, что сегодня овцеводство развивается в нашей стране, я считаю, что в первую очередь всё-таки на Северном Кавказе и в Карачаево-Черкесии в частности, это, конечно, в первую очередь заслуга наших овцеводов. Они своим трудом, трудом таким тяжёлым, непростым показывают результаты. В Карачаево-Черкесии почти 1 миллион 200 тысяч поголовьев. Глава региона выразил уверенность в том, что поддержка, оказываемая государством, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, дают уверенность в дальнейшем развитии овцеводства в нашей республике. На примере группы компаний Домотэ, если бы они сегодня не вливали такие и крупные финансовые средства, и, конечно, те идеи, те научные разработки, это касается и генетики, и те современные производственные мощности, конечно, вряд ли бы у нас без такой синергии что-то получалось. И вот здесь я, конечно, хотел бы отметить, Нома Александрович, вашу большую работу. Всё-таки потребитель просит, чтобы на полке магазина каждый день находилась качественная продукция, в хорошей упаковке. Отдельно хочу здесь слова благодарности в адрес компании Домотэ сказать, что сегодня мы видим уже вашу продукцию на полках магазинов. Андрей Разин, говоря о нашей республике, отметил популярность мяса баранины корчаевской породы, известного своими высокими вкусовыми качествами. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Корчаева-Черкесия, Минеральные воды. Вопреки санкциям, строительная отрасль России бьёт рекорды, отметил глава Корчаева-Черкесии Рашид Имрезов. Республика вошла в первую четвёрку регионов страны-лидеров по реализации мероприятий строительной отрасли. Эти итоги были подведены в ходе заседания президиума прав комиссии по региональному развитию по председательствам вице-премьера Марата Хуснулина. Корчаева-Черкесия продемонстрировала лучшие показатели по 16 программам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социально-инженерной дорожной инфраструктуры по итогам минувшего года и заняла четвёртую строчку в рейтинге субъектов России. Так, в 2022 году в республике велись работы по 191 объекту – это школы и детсады, врачебные амбулатории, фоки, домокультуры и поликлиники. Особое внимание уделялось и эта работа будет продолжена по объектам водоснабжения и дорожному строительству. Вместе с тем объёмы жилищного строительства в регионе на 30% превысили итоги 2021 года и составили свыше 308 тысяч квадратных метров. Протянули руку помощи попавшему в беду благотворительный фонд «Благи дела-09» вместе с жителями оказал помощь в покупке дома для семьи Роевых в станице Исправной, которая осталась без жилья из-за пожара. Отец семейства Владимир Роев является инвалидом первой группы. В новом жилище семьи Роевых побывал и Алихан Лепшоков. Семья Роевых жила в станице Исправной по улице Восточная, 31, но произошедший пожар полностью сделал дом непригодным для жизни. Неравдоношная жительница станицы Яна Шулика, узнав о происшествии, сразу же объявила в соцсетях о сборе для покупки дома пострадавшим. Оказать поддержку в сборе и покупке нового жилища откликнулась благотворительная организация «Благи дела-09». Руководитель данного фонда Рада Байчорова вместе с Яной нашли дом в самой станице за 350 тысяч рублей и, собрав и передав половину суммы, договорились с хозяином домовладения, чтобы семья могла переехать в новое жилище. Хозяйка этого дома согласилась нам его продать в рассрочку, пока мы организуем сбор и во время сбора, когда мы соберем деньги, чтобы мы оплатили за этот дом, получается, ну она нам еще разрешила, что мы сразу можем перевезти дедушку. На данный момент сбор идет очень активно. Мы насобирали 170 тысяч, у нас остаток 180 тысяч. Я прошу всех неравнодушных жителей нашей республики оказать непосильную свою помощь, вклад для того, чтобы этот дом мы смогли оплатить полностью. А сегодня директор фонда «Благие дела-09» Рада Байчорова посетила Новоселов, пожелала здоровья отцу семейства Владимиру Роеву, который является инвалидом первой группы. У Владимира Ивановича паралич тела на 95%, и поэтому необходимо было в срочном порядке перевести его в новый и теплый дом, где он уже принимает своих добрых гостей. Дом этот будет теперь лично вашим. Никто вам ничего не сделает. В чем будет нужда? Обращайтесь, Диане, Диана скажет нам, и мы всем миром поможем. Хорошо? Активистка, объявившая сбор Яна Шулик, отметила, что при перевозке и в оказании помощи семье Роевых помогали все жители станицы Исправной. Люди у нас здесь очень добрые, отзывчивые. Кто-то принес, занавески дал, кто-то ковры. Приходили, помогали. Вот мальчишки на своих тракторах перевозили это все бесплатно. Вещи нам, дрова и все остальное. Здесь люди очень хорошие. Также начался сбор. Я попросила, кто может, кто вещами, кто деньгами, чтобы просто приобрести хоть какое-то жилье им. Новый дом достаточно уютен и полностью отапливается. Ранее хозяйка домовладения Светлана Белашова отметила, что этот дом принадлежал ее родителям и долгое время пустовал. А увидев призыв о помощи от станичников, она не могла им оказать и продала его в рассрочку. Лучше я поселю сюда инвалида. Пускай он здесь живет. Я очень рада. Я вчера, когда увидела видео, Диана выставила, честно плакала. Честно, дом начал жить. Теперь нужно собрать оставшуюся сумму 180 тысяч рублей, чтобы полностью погасить оплату за новый дом. В свою очередь глава станицы исправной Александр Березовский подчеркнул, что все жители оказывают помощь семье Роевых, а также со стороны администрации оказывается особое внимание им. И мы также надеемся, что вся сумма будет быстро собрана. Алихан Липшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 11-14. Температура ночью до 3 градусов мороза, а днем до 7 тепла. Не пропустите в Минеральных Водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Сотелла «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии и Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная. 2Б. 2 этаж. 8 952 836 47 03. Продолжаем выпуск. В Общественной палате Республики составилось внеочередное пленарное заседание в начале мероприятия и о заместителе руководителя администрации главы правительства Марат Хубиев вручил членам палаты благодарности и почетные грамоты от главы и правительства республики. Вторым пунктом повестки было избрание Эдвера Байчорова в состав Общественной палаты 4-го созыва и назначение его председателем комиссии по развитию здравоохранения, охране здоровья граждан и физической культуре. Председателем комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества, благотворительности, патриотическому и духовному воспитанию избрали Асю Хакирову. Председатель палаты Елена Лешова поздравила всех и наметила планы на ближайшее время. В картинной галерее открылась отчетная выставка преподавателей и учеников художественной студии города Черкеска «Краски-09». Написать самому картину, научиться азам академического рисунка или на гончарном круге слепить предмет интерьера. Все это возможно, если и есть такая мечта. В этом убедилась Алла Динаева. Свои творческие работы выставили художники Анна Макрякова, Александр Ольховский и ремесленник Вячеслав Якимовец со своей коллекцией керамических изделий. В рамках выставки представлены и лучшие творения воспитанников студии за пять лет ее работы. У меня большая гордость, что мой ребенок впервые выставляется в мухтовочном зале, непосредственно ее картины. Я очень благодарна руководителю нашему по живописи, которая разглядела в ней вот эти зачатки, как живописца. Мы будем и в дальнейшем развивать эти ее наклонности. Тамила Ацаева 10 лет занималась художественной гимнастикой. Стала кандидатом в мастера спорта, но любовь к живописи оказалась сильнее. Мне очень нравится рисовать. Мне нравится рисовать масляными красками, акварелью, гуашью на больших форматах. Мой главный кумир в художественной деятельности – это Анна Сергеевна, мой учитель. За время работы художественной студии «Краски-09» на мастер-классах побывали более 500 человек разного возраста и профессий. Главная идея таких занятий – помочь реализовать мечту. Лариса Тлипсирукова увлеклась живописью пять лет назад и написала около 20 работ, три из которых представлены на этой выставке. Первая картина, которую я написала, называлась «Тюльпаны». Сейчас я, конечно, смотрю на фотографию этой картины, и она, мне кажется, такой детской по сравнению с теми работами, которые я уже после начала делать. Я понимаю, что это не профессиональные работы, а это такая, ну, дилетантские работы, да, но мне вот я получаю удовольствие, когда я их пишу. Теперь я чувствую себя более уверенной, когда пишу, хотя вот лицо, профиль человека мне дается тяжелее. Очень люблю писать мастихином. Кроме классической живописи, зрители могут оценить и картины в смешанной технике из эпоксидной смолы. Работы пленерные, живописные в масляной технике, и акриловые, экспериментальные. Есть даже работы восковые, вот как та картина, например, да, то есть она просто нарисована воском и домарной смолой. Есть работы в смешанной технике, как это, например, масло с эпоксидной смолой. Всем спасибо, что пришли. Вот здесь, естественно, люди, наверное, и имеющие отношение к искусству, и имеющие. Здесь есть и ученики наши, и, наверное, будущие ученики. К нам приходят люди практически без подготовки. Иногда вообще не умеющие рисовать, не умеющие лепить. А у нас, помимо живописи, графики, черчения, есть еще керамика, гончарный круг. Собственно, эти дисциплины я и преподаю. И люди себя там открывают с непривычных сторон. Как показывают представленные работы, нет ничего невозможного. С хорошим наставником каждый человек талантлив. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Отчетная выставка художественной студии «Краски-09» в картинной галерее будет проходить до 29 января. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Кращево, Черкесия. Это все Вести, а прямо сейчас смотрите фильм «Экипаж».